всем привет сегодня у нас будет очередной интересный обзор на топового героя это будет ронин с бастионом с башка я по моему вам показывал сажу вам тоже показывал с каменкой это мой самый первый был ронин которого я поменял все-таки на баст перекачал почему потому что он не бьет а он реально царапает с бастом тоже интересный вариант сейчас мы будем его тестить в разных локациях давайте сначала посмотрим на его статы что у него получается вместе с рунами с просветами там около двадцатки урона плюс жизни у него не так уж и много получается 290 но до 300 тысяч плюс еще бастион конечно 60 процентов более-менее интересно получается рунами у нас будет стоять ремочка артефакт топор чтобы он всегда бил на нем стоит победный выпад плюс 25 процентов к атаке созвездиями он собран у меня на уклонение потому что я бегал ронином с ожогом так ну и плюс у него еще дополнительно скин легенда бейсбола плюс 400 атаки и плюс 2000 крит урона то есть он критует нехило давайте сейчас его сначала в рейде потестим его плюс то что он уходит винвиз вот видите все криты но сливается очень быстро бьет круто но даже с бастионом у него шанса выжить очень мало ну так урон как видите очень приличный пятьдесят три процента опять же слили есть вариант на него ставить вместо слона конечно же воевали вместо слона вместо карася ставить слона тогда будет получше вот видите убивается наверно на каком-то отражение стоит ну то есть разница между бастами бывашкой там говорят он дольше будет выживать нет он будет выживать точно также примерно то есть разницы особой нету там небольшой шанс что он дольше проживет убился то есть убивается и так это и такое и такое убивается любое отражение просто сам себя убьет урона конечно у него до хренищи все нету давайте поставим сюда слона посмотрим разницу можно также ангела поставить там хотя бы 80 процентов на максималке будет дав но со слоном чем хорошо вот он появился молчанку кинули вот со слоном как видите получше будет но отхила нет но отхила вы можете другими героями взять ну плюс он ремочный стоит можно поставить даже ему утекание но я как бы ради урона поставил чтобы сразу видели разницу в ремочку но крошит конечно это очень зональная атака давайте еще и вас ангелом потестим чтобы вы видели разницу уже в питомцах ну ангел конечно круто хилит как-то так 80 процентов на такой расстановке он набивает но живет точно так же как и с бастионом недолго я говорю с бастионом с бывашкой недолго то есть их 60 процентов жизни особо там себя не показывают хорошо так он вокруг пошел до вот все слили золото нормально на фармере так где его применять можно где я его допустим применяем я его давно уже не применяю потому что есть куча других героев интересных ну рай да это такое на подземках очень хорошо вместе смотрится на подзем очках вместе с содержимым мы час его 1 потестируем под бафами а зато капитонцев выставлю и сюда поставим карася давайте таким составом давайте сначала посмотрим на жестоком что он сможет сделать конечно тут сейчас он центр упрется в герою и все на этом все закончится но его большой плюс это инвиз жалко магию забыли взять но вот он слился теперь давайте попробуем с бафами мою только возьмем но давайте так попробуем оседло в конце выпустим смотрите какой там от него урон выходит бешеный этому без тыковки бегаем причем ну это в принципе подземка не показательная там и сумма давайте теперь потестим 510 без тыквы попробуем да тут вариантов у нас не особо много потому что у нас разгона не будет ну ради интереса ну как видите тут некому героя выбивать массу сейчас нас тут череп по одному просто послевает тут надо тыкву сейчас мы кого-то уберем наверно уберем все но она в принципе не особо хотя она в принципе помогает лучше вместо нее поставить тыковку поставим нету поставим персу так блин заменить в принципе тут можно даже 3 поставить купидончик зарядит в принципе и в принципе и у нас такой тут конечно все получше но все равно как видите некому убивать сейчас нас послевают наших героев быстрее это может и затащим черепов слили до слили не все дальше мы не затащим ну вот ронин еще бегает кого-то считает драйка 67 процентов ну так вот зональная атака у него конечно намного меньше чем у одержимого плюс одержимый снимает бафы то есть в этом плане одержимый получше но если у вас будет хорошо прокачанный гонин я с ним бегал на седьмых кошмарках сейчас мы дойдем до 7 тоже в принципе неплохо если там надо на 50 процентов пойти можно его использовать как обычно у нас все подвисает после битвы гильдий давайте там пару семерок и пойдем дальше на другие локации тестировать 810 это я конечно загнул так мы ее не взяли так 7 1 ай-яй-яй вот это я втыканул ладно что не могу понять вроде настроено все было надо было хранителя заморозить ладно попробуем так не не успеем сейчас нас просто сорьют потянет нормально вроде затащили то есть вот 60 процентов благодаря ронину мы набрали он практически но не практически а под ваткой которая дает еще крит урон дополнительно притует то есть все время так мы давайте какой-то давайте дальше 72 посмотрим немножко долго я задержал да тут у нас сейчас будет шансов не сильно много пройти но как видите он еще до сих пор живым что-то там долбит и причем нормально долбит но успели его ну то есть поздравлю поздравствовать можно можно пройти как вариант для прохождения неплохо так побежали дальше где его еще можно использовать но на турнире героев как бы не он не особо будет он сольется там быстрее там отражалки у него уродом но массовый но тоже как вариант на волнах его использовать не очень не нравится он не на волнах но если у вас нету других вариантов там на начальных уровнях да на предшествиях но с там на этом на лаве тоже смысла нету он особо там ничего не делает от него толку тоже нет на битве гильдии вариант только с ожогом вы уже видели в принципе обзоры на ожог можно использовать на атаке фортов как вариант с ремочкой заряженные герои бафера он будет выносить пачки сейчас мы его потестируем на забытой я специально не отбегал так забытая сдать команду так нам бы его в команду с баферами давайте так дерево будет сделаем другую пачечку немножко переберем поставим сюда фрейм поставим сюда арену вот так и тут мы уберем берем вольта ставим сюда дерево тут и дерево у нас другой этот этот это тут вот так будет в этой правда римки нету можно это же убрать поставим эфину так теперь тут купидончик у нас бывашный заряженный хранитель тоже заряженный огненкой где-то наш доме ставим домина можно и раз а в принципе поставить ну ладно попробуем так он тоже ронин в пачке вот смотрите что он там делает жив еще на вроде жив по моему мы убились в огненку если не ошибаюсь просто ушатался то есть разница что у него там будет вас не будет бастиона вот вражеские обогненную защиту сливается можете тоже посмотреть то есть в этом еще с отхилом но это его не спасло вот вторая пачка с фрейм правда она немножко неудачно но они все без выставленных рон питомцев все равно мы нормально стоим тащим вот вам рину с каменькой гонами у него стоит корка тоже снимает дополнительную энергию как видите его не могут просто тупо уши так но это просто наверное скорее всего герой так прокачан и криво а тут сейчас мы протестируем а не успела наши первые ударить жалко так хорошо давайте кого-то другого можно в принципе арасика поставить туда в пачку чтобы он их вот интересная пачка посмотрите на выражая просто вышатал дерево успел резнуть всех правда самую барлогу тут у нас без вариантов конечно но сами видели то есть моя задача показать вам урон урона у него реально не меряно но сбывашка мне как-то поболее нравится не знаю чего но по сути они выживают точно так же что один что второй идут как обычно сля и тащит так ну-ка давай есть ударила первой газа станет вроде потом у нас остался хранитель у нет лео конечно круто смотрится тоже так есть тут против рину давайте вот так сделаем это можно было в принципе кидать и первую пачку но тут фрая а я просто топчик единственное что иногда это подхил хороший все давай рину тащи он трину тащит очень хорошо он на стрелке заходит кстати стрелок вообще его получается бьет энергия не снимает корка срабатывает очень круто ну а ну бисом и тут вряд ли убьем сейчас да видите полю миссы не успеем просто по времени скорее всего так тут фрая против нас посмотрите как он там красиво частично снес их но дерево дерево не успел арестить надо сюда еще ставить эту седлу так ну-ка тут тут даже нас получается заблочил раз но он минвизи без проблем как видите дерево 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 не а я скажу так тут должны мы затащить а тут тут фрая против нет без вариантов тоже против фрая приемов почти нет единственный вариант только станет либо разом блокировать ну вот вроде мы словили молчанку без проблем то есть его очень хорошо ставить в пачку там с теми кто рисует так тут вот тут должны мы затащить есть ну и давайте еще потестим его в королевской очень кстати неплохо он заходит если у вас есть ремка дополнительная в этом в лабиринте ставите его в первую линию нормально сносит тем более если у вас есть еще арасик тоже неплохо получается ну давайте попробуем да так именно топовые пачки вот видите урон где-то шестьдесят тысяч с одного залпа мой бьет он немало ну с ангелом и тут без проблем должны затащить их всех так анубиса мы снесли там у нас еще один ронин вражеский вот пошли дебафа видите да как урон уменьшается сейчас мы снесем и будет родина ронина только у нашего воронина есть отхила у него нет так 3 заход ну как видите крита очень много то есть практически каждый удар это крит тут уже инвиз на инвиз заряжается он тоже очень быстро ну все до свидания давайте другую пачку читайте сколько там у него получается 1 2 3 4 4 5 5 ударов по 60 тысяч 300 тысяч он сносит вот по анубису смотрите по 50 60 просто анубис не попадает бафом неплохо герои интересом универсальный конечно область применения не такая как у некоторых во всех локациях но при определенных прокачках мини имба скажем так но когда он вышел он реально очень много проблем создал на битве гили битой да хорошо битой махает вот жалко не успели зарядить атланта зона атаки у него перед ним получается то есть он как бы зональная атака если герои будут там сзади к ему забирает но ничего не сможет сделать это тоже так бы не особо плюс и не особо минус потому что у него когда зона идет ну что есть то есть прототип одержимого только в два раза меньше зона действия скилла плюс инвиз которого очень много решает герои его не видят не могут просто цели нет он в то время их сносит дракончик нас обезвредил смотрите сразу же почти в два раза упала атака так ладненько принципе все вот такой вот и герой с бастами его специально прокачал для теста то есть чтобы вы видели разницу что с бастионом он там не особо круче бавашного да немножко у него возможно жизни больше этому проседает он точно так же то есть это ему никакого преимущества не дает а с бавашкой реально урон отойдет побольше даже можем сейчас давайте просто ради интереса поставим бавашного на таблетку и потестируем к башке там есть у нас еще пару ходов а а а вот атланты вот разница видите не 67 уже 80 тысяч 90 ну вот вам разница практически там 25 до 30000 урона это немало я вам скажу умножьте на 5 разница очень получается вместо 300000 мы сносим там 400 450 вот как раз нормально сейчас еще этих ушатаем смотрим что у нас получится по анубису с урона ухты как отражалка пошла смотрите как он себя убивает ну разница в уроне очень заметно он просто их мясо превращает 80 то есть разницу вы сами видите что такое с было это опять же в определенных локациях в принципе все вот такой вот обзорчик был пишите комментарии как вам как вам такой ронин ну не знаю тоже в принципе хорош мне бы важно и все-таки больше по душе все подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока